Руслан Анатольевич, приветствуем. Здравствуйте, Руслан Анатольевич. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот то, что Владимир перечислил, вот таким образом Стокгольмский Международный Институт Исследований Мира фактически сообщает, что у Китая, в том числе, тоже у страны с неоднозначными заявлениями в течение 10 лет ядерный потенциал и возможности будут приближены к российским. Что вообще в мире происходит? Можете объяснить? Почему государством, которое выражает, мягко говоря, неконтролируемую, кто-то агрессивную, кто-то откровенно вражескую политику позволяют заниматься ядерными технологиями в таких масштабах? К сожалению, Россия открыла ящик Пандоры, с моей точки зрения. И сейчас мы видим разворачивающуюся гонку вооружений, в том числе ядерных вооружений. Россия сломала всю систему договоров, которые сдерживали эти страшные силы, в том числе ядерные силы. Если, как вы помните, договор ключевым был в этой системе договоров, договор о невоспространении ядерного оружия. Первое там и главное правило, что ядерные державы никогда не нападают на неядерные. И в случае нападения ядерной державы на неядерную, прежде всего члены Совета безопасности ООН, обладающие ядерным оружием, должны в соответствии с уставом встать на защиту этого государства. Это резолюция ООН, которая прилагалась к договору о нераспространении ядерного оружия. Соответствующие заявления, подобные были сделаны Советским Союзом, Соединенными Штатами и Великобританией. Потом присоединились Китай и Франция. Только попозже. Там, по-моему, в 92-м году они присоединились к этому договору. То есть была система договоров, все понимали, как это работает. И вдруг трагедия всей ситуации в чем? Что Украина, будучи после 91-го года ядерной державой, отдает свой арсенал в распоряжение России, для того, чтобы якобы следовать, соблюдать вот этот договор, чтобы не распространялось ядерное оружие. Потому что СССР распался на несколько государств, и ядерное оружие оказалось в других государствах. Ну и по совместному решению Соединенных Штатов и новой уже России было принято решение, что в республиках не должно быть ядерного оружия. Мы пошли на такое дело, потому что нас подтолкнули к этому решению, скажем так. Мы сдаем это оружие, и сдаем ракеты свои крылатые ядерные, сдаем бомбардировщики стратегические дальнего действия. И теперь Россия использует эти бомбардировщики, бомбит города этими ракетами. 600 ракет мы передали крылатых, которые были предназначены там, в том числе для несения ядерного оружия. И теперь ядерная страна, у которой был член Совета безопасности, ядерная страна, которая подписывала все эти договора, в том числе двухсторонние, на двухстороннем, на многостороннем уровне. Устав ООН признает, подписала договор о дружбе-сотрудничестве с Украиной широкий, где гарантировала нам безопасность и территориальную целостность. Ядерная страна просто взяла и в пыль разломала эту всю систему безопасности, которая выстраивалась долгие годы по результатам Второй мировой войны и Карибского кризиса. Потому что договор был открыт к подписанию в 1968 году, как раз по результатам Карибского кризиса, противостояния СССР и Соединенных Штатов, как вы помните, в начале 60-х годов. Ну и было принято решение, что все-таки надо обуздать эту гонку вооружений, потому что это приведет к ядерному хаосу. Вот сейчас мы пришли к тому, что пройдена точка бифуркации. Россия сломала эту систему договоров. Сломала. Первое. Члены безопасности ООН, которые обладают ядерным оружием, не выполнили устав ООН, не выполнили резолюцию ООН от 19 июня 1968 года, не пришли нам на помощь и не поддержали, не сдержали агрессию ядерной страны против неядерной. Уже нарушение договора. И это все происходит на глазах всей мировой общественности. Стран глобального юга, всех вот тех стран, которые вы говорили, которые борются друг с другом на религиозной основе, там, например, Саудовская Аравия и Тегеран противостоят, или Тегеран и Израиль. Вот все эти страны наблюдают за вот этим вот происходящим, за вот этой трагедией, которая разворачивается. Естественно, это спусковый крючок, который привел к тому, что сейчас все поняли, что право силы будет действовать, а не сила права. И сейчас будут вооружаться. Сейчас мы увидим гонку вооружения, это точно. Прежде всего, она уже разворачивается. Что хуже, мы увидим, что страны, которые не могут позволить себе разработку ядерного оружия, они постараются обзавестись каким-то другим оружием, химическим, массового уничтожения, или же грязными бомбами, которые каким-то образом они будут считать, ну, в кавычках, что смогут их защитить. Поэтому этот процесс сейчас, ну, грубо говоря, становится неконтролируемым. И поэтому Соединенным Штатам, прежде всего, и Китаю, как странам, которые по результатам G20 на Бали стали такими, ну, двумя полюсами мировой политики, они должны взять под контроль вот этот неконтролируемый процесс. Иначе это приведет к печальным последствиям для мира. Руслан Анатольевич, а когда вы говорите взять под контроль, что вы имеете в виду? Это первая часть вопроса, и вторая, поскольку вы уже сказали о международных организациях, которые показали свою неэффективность или малую эффективность в вопросе сдерживания ядерной агрессии, каким изменением на этом уровне может привести подобная ситуация? Первое, организации мы не поменяем. Вот эти институты, они складывались по результатам, как я сказал, Второй мировой войны, и тогда была создана вот эта архитектура безопасности. Но мы видим, что эти институты, они не рабочие, они не срабатывают. Поэтому как-то трансформировать их, это пустая трата времени, я считаю. Может быть договор, прежде всего должны договориться Соединенные Штаты и Китай, как они будут взаимодействовать, ну, с моей точки зрения, в нынешних условиях, повышенных рисков, эскалации, так сказать, возможных войн на разных континентах. То есть, надо переподписать договор от 68-го года, он уже не рабочий, он уже разрушен. Там предполагалось, что там всего лишь будет пять ядерных государств, этим договором считались ядерными странами, те, которые до 1 января 67-го года произвели оружие и испытали его, то есть, ну, на практике применили, скажем так. Вот туда входили пять стран. СССР, Соединенные Штаты, Британия, Франция и Китай. Но сейчас их девять. То есть, уже договор нарушен. По количеству стран и по условиям стран, которые считаются ядерными, по факту мы имеем уже больше стран и по факту мы имеем еще страны, которые находятся во время производства, то есть, ну, стремятся к тому, чтобы получить это ядерное оружие. Поэтому эти процессы надо остановить большим договором, широким. То есть, туда должен войти Китай, а Китай не присоединялся к этим договорам, сейчас активно наращивает свой арсенал ядерных боеголовок. Поэтому и с Россией есть проблемы, и Соединенные Штаты не хотели бы, чтобы Россия была фрагментирована и расползлось опять это оружие. И вот эту проблему как решать неизвестно. То есть, нету формулы и нету концепта, как решить эту проблему. По республикам ходить, собирать это оружие, а вдруг оно попадет в какие-то руки во время распада России, не в те руки, потому что обстановка интересная, как мы сказали, в мире, и все будут стараться заполучить это оружие от распадающейся империи. Поэтому перед Соединенными Штатами и Китаем серьезная задача стоит вот на этом направлении обуздать вот эту возможную неконтролируемую реакцию распространения ядерного оружия. Новый договор нужен. Руслан, а будут ли создаваться какие-то ядерные новые коалиции? Вы просто говорите, вот нужно Соединенным Штатам с Китаем договориться. Вы уверены, что вот настолько Китаю это нужно? Кажется, Соединенным Штатам да, потому что до этого контроля было больше у них, а вот это хаотичное распространение наверное больше в их интересах. Как вы считаете, может ли Китай создать какую-то ядерную коалицию, которая напрямую не будет Китаю не иметь никакого отношения, но все будут прекрасно понимать понятие, на что Китай управляет вот этими ядерными государствами небольшими? По факту у Китая есть такая коалиция на самом деле. Пакистан полностью сидит на китайских инвестициях и полностью зависим от Китая и от технологий финансов, а он ядерная страна. КНДР тоже самое, полностью зависит от Китая, в том числе даже вопросы продовольственной безопасности зависят от Китая. Если Китай перестанет продовольствие поставлять туда, то страна прекратит свое существование в скором времени. Поэтому у Китая есть как минимум две страны, которые обладают ядерным оружием и носителями и могут его использовать в случае необходимости. Тут вопрос в другом. Вопрос в том, что Китай пока не получил, как он считает, того надлежащего места, роли и места, на которое он претендует в мире. А он претендует к этому месту и к этой роли должны прилагаться сферы влияния. Пока они не очерчены, они не признаются. Пока остаются старыми сферы влияния. Китай до недавнего времени считался развивающейся страной, но сейчас мы видим изменения. В Конгрессе проголосовали и сняли с Китая такое громкое имя, как развивающаяся страна, все льготы поснимали, сказали, что это уже развитая страна, так как она вносит инвестиции в многие страны и во многих континентах присутствует, поэтому это развитая страна, которая способна, ее валюта есть резервная и так далее. Поэтому все льготы снялись с Китая и, естественно, тогда возникает вопрос, сфер влияния, об этом никто не говорит, но так как мир биполярный, а сферы влияния не разделены, вот, например, Россия, на нее претендует и Запад, хотел бы видеть Россию демократической, прозападной, и претендует Китай, потому что это тыловая база для Китая фактически, и как делить Россию, по Уралу ее разорвать, ну, то есть нету решения, пока не найдено, поэтому я и говорю, что Китай и Соединенные Штаты, они накануне больших переговоров, большого дележа и больших договоров, которые определят будущее международных отношений в 21-м столетии. Ну что ж, будем следить за развитием событий в дальнейшем и, среди прочего, благодаря вам понимать происходящее. Руслан Осипенко, дипломат и эксперт-международник был с нами на прямой связи.